В 17-й раз прославленный самбист Александр Пушница принимает гостей. В спорткомплексе «Красная звезда» собрались сильнейшие самбисты России и ближнего зарубежья. В этом году за медали турнира боролись 235 амбициозных спортсменов. Большой интерес к этому старту вполне объясним. Турнир Пушницы мастерский. Победитель любой весовой категории, завоевав чемпионство, получает еще и право носить гордое звание «Мастер спорта России». Вот эти турниры тоже нам нужны. Почему? Потому что здесь мы имеем возможность как можно больше представить участников от Омска. Не поехать не надо, здесь борется много спортсменов. Но, конечно, хотелось бы увидеть их на бедестале. На бедестале даже на высшей ступени бедестала. Почетно на первом месте в ступенном турнире. Вот этот турнир уже показывает, что все-таки у нас есть ребята, которые могут повышать свое мастерство, которые могут уже и показывать хорошие результаты на чемпионате России, потому что это уже показатель будет. Состав участников омских соревнований больше напоминает чемпионат России. Заслуженные мастера, международники, десятки мастеров спорта. Но есть и те, кто наряду с мастеровитыми самбистами только начинает свои первые серьезные шаги на всероссийском уровне. Таким спортсменом оказался Ливон Ливанян. В возрастной категории мужчины он борется впервые. И дебют 19-летнего спортсмена оказался удачным. Первую садку с ним боролся. Сначала 4-0 выиграл, минут осталось, 5-4 проиграл. Разно было настроиться. Сейчас получил, слава богу, выиграл. Все сильные спортсмены переехали из всех городов. Много мастеров спорта, все опытные ребята вообще, конкуренция хорошая. В 13 весовых категориях разыграли медали. Насоперничали как в спортивном, так и в боевом самбо. Само самбо, в принципе, там не говорят спортивное, оно является базовым даже для боевого раздела. Практика показывает, что 90% выиграют те, кто владеет более совершенным спортивным арсеналом классическим, классификацией. И естественно, что спортивным занимается гораздо больше, чем боевым, потому что там есть ударные течки, и тут можно получить очень серьезную травму. Идеальная схема, конечно, когда человек добивается высокого успеха в спортивном, и карьера своей переходит в раздел боевого самбо, достигает там высоких результатов. Таких примеров очень много. В этом году спортсмены омской команды выступили как никогда успешно. Парни стали чемпионами как в спортивном, так и в боевом самбо. Наши борцы выпали из призовой тройки лишь в двух весах – 90 и 100 килограммов. При этом в боевом самбо победы в трех из четырех весовых категориях остались за мечами. И такой итог можно считать достойным подарком к 67-му дню рождения Александра Пушницы, одного из самых титулованных борцов за почти 78-летнюю историю самбо. Заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Омска, многолетний капитан сборной Советского Союза, принимал поздравления в 1 ноября.